дорогие мои друзья я приветствую вас на канале вязание и я меня зовут юлия сегодняшнем видео я хочу предложить вашему вниманию мастер-класс по вязанию узора елочка который относится к разряду тканных узоров хорошо сохраняющих форму узор этот замечательным еще и тем что как вы видите на он имитирует направление горизонтального вязания но на самом деле он вяжется вертикально узор очень интересен он может быть использован и в аксессуарах великолепно подойдет для вязания кардиганов он не избитый и достаточно интересный рельефный в связи с тем что тканные узоры сохраняют форму как я уже первоначально сказала для того чтобы добиться более пластичного полотна я смело могу сказать что можно взять спицы на размер больше рекомендованного производителем для определенной пряжи подобного рода узоры очень хорошо смотрятся в пряже метражом не более 250 метров 100 граммах у меня в образце использована пряжа alize lanagold classic 240 метров 100 граммах и я вязала спицами номер четыре с половиной при этом как вы видите на просвет полотно достаточно плотное видите просветов практически нет итак что касается узора раппорт узора кратен 10 петлям и состоит из 14 рядов для образца узора я набрала 32 петли и провязала 3 раппорта в высоту ну а теперь давайте свяжем его с вами вместе итак дорогие друзья первые два ряда у нас с вами вяжутся лицевой гладью это значит что первый ряд у нас вяжется лицевыми петлями а второй ряд у нас вяжется изнаночными петлями мы с вами это сделаем раздельно я за камерой а вы самостоятельно третий ряд узора кромочную петлю мы снимаем далее 1 лицевая и 3 петли мы снимаем так как они находятся на спице не переворачивая не перекручивая нить перед работой 2 лицевые петли 3 петли мы снимаем нить перед работой 2 лицевые петли а повторяем 3 снимаем 2 лицевые и так мы делаем с вами до конца ряда главное очень важно в этом узоре не стягивать вот эти нити иначе у вас полотно сожмется этого допускать нельзя также как в жаккарде протяжки вяжутся да не стягиваются то же самое и в этом узоре не должна идти абсолютно свободно не затягивайте заканчиваем мы этот ряд одной лицевой петлей и кромочная четвертый ряд изнаночный у нас с вами начинается кромочная кромочная у нас всегда снимается не провязываясь далее 3 петли первые на спице мы с вами снимаем также как они у нас находятся нить за работой 2 изнаночные вот здесь важно когда вы провязываете петли изнаночные либо лицевые дальше я вам в следующих рядах они будут провязываться лицевыми необходимо следить за тем чтобы петля не была перекрученная потому что в каком-то ряде вот например смотрите одна петля у нас по повернута вот таким образом да то есть мы должны провязывать вот так за переднюю стенку а вторая петля у нас повернута так чтобы чтобы не было перекручивания мы должны провязывать ее за заднюю стенку это связано с тем что в одном ряду провязывается петля а в другом она снимается поэтому внимательно следите как развернута петля необходимо ее провязывать таким образом чтобы не было перекрещивания далее продолжаем с 3 петли мы снимаем нить за работой 2 изнаночные 3 петли мы снимаем нить за работой 2 изнаночные следите чтобы не затягивать нить которая идет за работой 2 изнаночные так далее до конца ряда 3 снять нить за работой 2 изнаночные 3 снимаем и заканчиваем этот ряд двумя изнаночными петлями кромочная 5 лицевой ряд узора начинается у нас с вами кромочная первую петлю мы снимаем нить перед работой 2 лицевые 3 петли мы снимаем следующие нить перед работой 2 лицевые продолжаем до конца ряда 3 петли снять нить перед работой 2 лицевые 3 снимаем 2 лицевые заканчиваем этот ряд самостоятельно этот ряд у нас с вами заканчивается двумя петлями которые надо снять и нить перед работой 6 изнаночный ряд кромочную мы снимаем далее изнаночные мы снимаем с вами нить за работой 2 изнаночные 3 петли мы снимаем нить за работой 2 изнаночные чередуем так до конца ряда 3 снимаем 2 изнаночные 3 снимаем 2 изнаночные заканчиваем мы с вами этот ряд двумя снятыми петлями нить за работой и кромочная 7 лицевой ряд начинается у нас с вами кромочная 3 петли мы снимаем нить перед работой 2 лицевые 3 петли снимаем нить перед работой 2 лицевые 3 снять 2 лицевые так до конца ряда этот ряд у нас с вами заканчивается двумя лицевыми петлями я думаю мы сможем это сделать самостоятельно восьмой изнаночный ряд узора кромочную мы снимаем 1 изнаночная далее 3 петли снимаются нить за работой 2 изнаночные таким образом повторяем с вами до конца ряда и заканчиваем этот ряд с вами 1 изнаночной петлей работаем самостоятельно с 9 ряда узора друзья направление вот этих полос у нас меняется в обратную сторону 9 ряд у нас начинается с вами с 3 снятых петель нить перед работой далее 2 лицевые повторяем 3 снятые снятые петли нить перед работой 2 лицевые 3 снимаем 2 лицевые этот ряд у нас с вами заканчивается двумя лицевыми петлями работаем самостоятельно 10 изнаночный ряд кромочную мы снимаем далее 1 петля нить за работой я чуть не провязала перед работой нить за работой 2 изнаночные 3 петли снимаем нить за работой 2 изнаночные далее таком же порядке мы следуем до конца ряда 3 снимаем нить за работой 2 изнаночные петли заканчиваем мы этот ряд с вами двумя петлями снятыми нить за работой вяжем самостоятельно 11 лицевой ряд кромочную мы снимаем 1 петля снимается нить перед работой 2 лицевые 3 снимаем нить перед работой 2 лицевые 3 петли снимаем нить перед работой 2 лицевые продолжаем так до конца ряда и заканчивается у нас с вами этот ряд двумя снятыми петлями нить перед работой друзья 12 изнаночный ряд начинается у нас с вами с 3 снятых петель нить за работой 2 изнаночные 3 петли мы снимаем нить за работой 2 изнаночные в таком порядке мы работаем до конца ряда и ряд этот у нас с вами заканчивается двумя изнаночными петлями продолжаем самостоятельно 13 лицевой ряд кромочная 1 лицевая 3 петли мы снимаем нить перед работой 2 лицевые 3 петли мы снимаем нить перед работой 2 лицевые ну и закончится у нас с вами этот ряд 1 лицевой петлей друзья мои в схеме это последний ряд который у нас провязывается по узору следующий заключительный ряд раппорта 14 все петли провязываются изнаночными изнаночные петли мы с вами провяжем самостоятельно друзья мои как вы уже поняли раппорт мы с вами провязали вот такая красота у нас с вами получается рельефная вот так после в то это будет выглядеть именно так далее у нас повторяются узор с первого по 14 ряд на этом я свой мастер-класс завершу желаю вам ровных петелек творческого вдохновения до скорых встреч